Чтобы снять кино, достаточно его просто любить. Это не понаслышке знают создатели фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» из города Хабаровска, которые сегодня гостят в нашей студии. Мы рады их вам представить. Это Алла Джанша, продюсер проекта Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» и Максим Поличко, руководитель данного проекта. Доброе утро. Доброе утро, Алла. Доброе утро, Максим. В который раз проводится фестиваль? Нам известно, что именно в этом году он вышел на Дальневосточный уровень. Да, фестиваль проводится третий год. Два года мы это делали сами у себя в Хабаровске. И когда поняли, что это хорошо и надо делиться, решили замутить фестиваль на весь Дальний Восток. И вот сегодня мы у вас, чтобы пригласить к участию и конкретно завтра на презентацию нашего фестиваля, потому что в эфирное время мы, конечно, всего не расскажем. И тем, кому интересно, стоит прийти и пообщаться с нами лично, мы ответим на все вопросы. Завтра в конференц-зале общественной палаты на улице Курошова, 24, в 10 утра, без всякой предварительной регистрации, мы приглашаем всех, кто любит кино и готов снять короткометражный любительский игровой фильм. Это вот как бы важно. Ну вот у меня как раз в руках буклетик, листовочка, да? Да, да, да. Тут прямо сказано, может принять любой желающий, абсолютно любой. Абсолютно любой. Вне зависимости от возраста. Вне зависимости от возраста, опыта, там, не знаю, образования, все это абсолютно не важно. Почему? Потому что мы как раз и пропагандируем любительское кино. Почему мы не конкурируем ни с какими фестивалями? Мы же неспроста приехали в Якутию, да? Мы понимаем, что Якутия – это флагман кинопроизводства на Дальнем Востоке. Вас в кинофестивалях не удивишь. Ваши фильмы завоевывают призы на международных фестивалях уже. Поэтому это другая несколько история. Но наверняка здесь, где так развито кино, где люди так любят кино, есть любители, которые тоже что-то снимают или хотят снять. Но у них нет, скорее всего, такой площадки. Вот мы и есть на самой площадке. То есть мы приглашаем всех для того, чтобы нам прислали свои готовые уже фильмы, если они сняты не раньше, чем за три года до нынешнего. Либо синопсисы новых, которые они хотят успеть снять до июня. Вот мы эти все фильмы собираем, устраиваем показы. Будет показ в Якутске, будет большой показ в Хабаровске, будут показы в трех городах Дальнего Востока, еще Владивосток будет с нами. То есть обеспечим аудиторию для просмотра этих фильмов, обеспечим объективное судейство с профессионалами. Для тех, кто выйдет в финал, площадку для обучения, мастер-классы, общения. В общем, можно будет расти, двигаться. Ну а дальше уже, может быть, кто-то из наших участников станет и профессионалом. О чем должно быть кино? Есть какие-то критерии определенные, условия, требования? У нас есть тема. Глава, вот сказали, говорит, какое условие? Кто может на их счастье? Услово только одно нужно, любить Дальний Восток. Ну и кино должно быть связано как-то с Дальним Востоком. Я сейчас тему озвучу, а потом мы расскажем, почему, собственно говоря, мы к этому пришли. Наша тема в этом звучит так. Реальные и совершенно нереальные истории, которые произошли или могли бы произойти только на Дальнем Востоке. То есть все, но это должен быть Дальний Восток. Потому что мы как раз за имидж региона. Мы любим Дальний Восток, мы не собираемся отсюда уезжать. Мы любим Хабаровск, вы любите Якутск, Якутию. Мы любим наш колорит, наш сложный климат. Мы можем терпеть мошку и комаров. Мы местные, мы здешние, мы хотим об этом говорить всем. Мы хотим, чтобы это было модно и почетно. Максим, продолжите. Ну, идея основная нашего фестиваля, вот, короткую фразу, то есть с 91-го года мы потеряли 22% населения. То есть сейчас у нас всего 6 с небольшим миллионов. То есть пока вот, ну, некоторые федеральные чиновники пытаются сюда 30 миллионов привезти, вот наша задача, как бы, с Аллы, это, чтобы здесь оставить, удержать здесь молодежь в основном, удержать здесь население. Потому что основная проблема в чем, как бы, что, миф о чем, почему уезжают большие города? Это общая проблема. Потому что здесь негде реализоваться, здесь нет творческого роста, как бы, здесь нет условий для развития, там, ну, и плюс... Особенно творческих людей, это касается. Ну, и, кстати, не только наша с Максимом задача, у нас команда довольно большая, и все, кто к нам присоединяется, мы хотели бы, чтобы они наши ценности разделяли. То есть, вот, мы решили взять этот фестиваль за основу, потому что мы проводили уже два аналогических фестиваля в Хабаровске, и есть, как бы, есть отдача. И почему бы не поделиться этим опытом, потому что мы знаем, мы, я очень рад, что мы в первый, вот, как бы, сторонний регион мы приехали именно в республику Саха-Якутия. Потому что я ее очень сильно люблю, суровый климат, прекрасные люди. Вы здесь уже бывали, да? Да. Я в первый раз. Идея, еще раз, в чем, что мы дальневосточники, вот, наша земля, вот, идея, я знаю, какая фестиваль, покажи, почему ты отсюда не уезжаешь, или почему ты отсюда уехал, но вернулся, почему именно называется точка возврата. Что многие уезжают, но возвращаются. Вот мы как раз, ну, я лично не уезжала, но моя дочь, например, училась в Москве, сейчас она живет в Хабаровске, и больше никуда не собирается. Ну, приз очень хороший, 100 тысяч рублей. Ну, для любителей хороший, для профессионалов, может быть, недостаточно, для любителей приз неплохой. Ну, надо понимать, что... Для начала, да, мне кажется, хорошо. Да, ну, на самом деле, как бы, смотрите, понятно, что мы там вынесли, да, в слоган, сними кино, выиграй 100 тысяч, мы хотим привлечь внимание, но на самом-то деле мы рассчитываем на то, что люди будут это делать и за интерес в том числе. Потому что, чтобы выиграть главный приз, нужно там, ну, снять очень хорошее, качественное кино, это только один фильм такой будет. Окей, мастер-классы. А, конечно, конечно. И потом дипломы в разных номинациях. Мы... Завтра состоится во сколько конференции? В 10 утра, Курошова, 24, конференц-зал общественной палаты. Но, кто не запомнил, можно найти нас в социальных сетях ВСБУ ВКонтакте, точка возврата, и мы там есть. У нас реклама. Спасибо, уважаемые гости, ждем, приглашаем всех.